Нет оправдания тем, кто убивает природу. Миллионный тонн мусора и в первую очередь пластика уничтожают окружающую среду не только на свалках. Оставаясь в лесах после пикников, попадая в реки, озера, а затем в мировой океан, отходы представляют серьезную опасность. В Тихом океане уже несколько лет дрейфует громадный остров, состоящий из мусора. Он не только отравляет воду, но и становится причиной гибели всего живого. Удастся ли уберечь планету от экологической катастрофы? Андрей Цыплиенко в эксклюзивном репортаже подробностей недели. Самая большая в мире мусорная свалка занимает 10 миллионов квадратных километров. Это больше, чем Соединенные Штаты Америки, у побережья которых она образовалась. Но несмотря на размеры мусорного пятна, спутники разглядеть его не могут. Миллионы тонн измельченного пластика словно зависли чуть ниже поверхности океана. Океанолог Жан-Мишель Кусто, зачерпнув здесь ведро воды, назвал ее пластиковым супом. Вся планета загрязнена пластиком. Вы можете жить около океана или за тысячу километров от него, но этот полимер все равно вас достанет. Тонны пластика смываются в океан и убивают планктон, основу жизни. Из-за пластиковых отбросов ежегодно гибнет миллион птиц и не меньше 100 тысяч морских животных. В желудках жертв цивилизации находят шприцы, зажигалки и даже зубные щетки. Рыба тоже глотает пластик, а вместе с ней он попадает и к нам на стол. Мы 18 дней плыли по Атлантике, то есть вдалеке от мусорного пятна, и каждые два часа делали анализ воды. Представляете, не было ни одной пробы без пластика, он везде. Слишком неудобная правда. Жан-Мишель Кусто прибыл на Гавайи, чтобы снять фильм о девственной природе, и получил сердечный приступ, обнаружив 70 тонн пластиковых отходов. Большое мусорное пятно дотянулось и сюда. Многие из этих предметов полвека болтались в океане и теперь убивают уникальный мир архипелага. Черепахи гибнут тысячами, принимая пластиковые пакеты за медуз. Берег усыпан трупами птиц, которые прилетают сюда выводить потомство. Когда Кусто впервые рассказал об этом, американские власти потребовали доказательств. Мало верилось, что такое возможно на экологически чистых Гавайях. Быстро нашлись виновные. Страны Юго-Восточной Азии. Именно оттуда в океан попадает большая часть мусора. Есть нации, которые виноваты гораздо больше. Сравните развитые страны с Индией, Африкой, Таиландом. У нас есть ресурсы, чтобы заниматься переработкой мусора, а у этих людей ничего нет. Легко говорить, что все беды оттуда, но мы, европейцы, придумали эти материалы. Мы поставляем их в страны третьего мира, а потом говорим, что источник проблем в них. Вот так на сваях в Индокитае живут миллионы людей. Это типичный рыбацкий поселок на юге Таиланда. О том, что здесь кипит жизнь, можно догадаться по свежему мусору на поверхности воды. Пластик, как и многое другое, не тонет. Море кормит людей, живущих на сваях, но в то же время оно заменяет им мусорный ящик и канализацию. В конечном итоге все, что попадает в воду, уйдет отсюда вместе с отливом. И теперь мы знаем, куда. Море уносит мусор, затем его перехватывает течение, которое направляется на север и делает петлю между Соединенными Штатами и Японией. Это так называемый Тихоокеанский круговорот, в центре которого настоящий мусорный остров. Эти фотографии сделал бывший яхтсмен Чарльз Мур, который случайно открыл его в 97-м. Возможно, там окажется и свежий плавучий хлам из Таиланда. Перед нами верхушка айсберга. Большая часть мусора скрыта от глаз. Воды здесь с головой, а мусора по колено. Под сваями один мусор. При отливе, когда вода уходит, можно увидеть, что все дно здесь покрыто отходами. Семья Камол рыбачит в Сиамском заливе не одну сотню лет. В глиняных сосудах рыбаки хранят прах предков. Это древняя традиция. Вот здесь мой отец, это мой дед, а это бабушка. Есть в этой семье и нововведения. Пластик, например, вывозится на сухопутную свалку. Пластик, в отличие от того, что мы смываем, не растворяется в воде и будет болтаться здесь годами. К прочим отходам человеческой деятельности рыбацкие семьи относятся не так щепетильно. В местных туалетах не предусмотрена канализация. В трубах просто нет нужды. Все, что смывает вода, попадает прямо в море. Тут же купаются дети. Как видно, гигиена – враг хорошего настроения. Это кальмар, а это тюлька. Я поймал их под нашим домом. В Таиланде придумали простой способ, как сделать природу чище. Мусор не просто собирают, его скупают у населения. Каждый вид мусора имеет свою цену. Вот сейчас взвесим и заплатим. За все это можно дать две сотни бат. Это немного, всего лишь 6 долларов. Неубедительный аргумент для главной группы экологического риска – туристов. Конечно, царят больше туристов, потому что местные люди, я смотрю, что очень ухаживают за своими, даже лежаками, магазинами. А местные, туристам пошел где, там все бросил, и все получается. Но туристам в Таиланде многое прощается. Туризм приносит миллиардные прибыли, и только богатые страны могут позволить себе отказаться от доходов, чтобы сократить отходы. Сегодня на традиционном плавучем рынке настоящий торговый бум. Люди скупают продукты, готовясь к празднику Лой Кротонг. В этот день следует просить прощения у матери воды за все то зло, которое причинили ей жители Земли. Видимо, тайцы давно испытывают чувство вины за загрязнение мирового океана. Впрочем, не только они. Иван Мартинетти продал свой успешный бизнес и пешком отправился через всю Калифорнию. Его компания тоннами завозила пластиковую упаковку из Китая. Когда Иван понял, насколько опасно то, что он продавал, бросил все и пошел в народ. Иногда ночует у случайных знакомых, иногда в спальном мешке у обочины. Всем, кого встречает, рассказывает о вреде пластика. Он поставил себе задачу – ежедневно переубедить сотню скептиков. А завязать разговор помогает гитара. Просто перестаньте пользоваться целлофановой пленкой или пластиковыми пакетами. Меньше воды для мытья посуды. Все очень просто. Но если так будет делать каждый, проблем с экологией не будет. Возможно, только тогда океан перестанет превращаться в пластиковый суп. Андрей Цеплиенко, Дмитрий Анопченко, Вадим Ревун, Таиланд, США. Подробности недели телеканал Интер.